Руслан пришёл на очередной осмотр к офтальмологу. Сегодня почти 20 дней, как его правый глаз перестал видеть. Теперь, оказывается, придётся постоянно ходить к врачу. Шов-то не снят, глаз всё ещё зашит. Глаз полностью потерял зрительную функцию. Вместо него врачи установят протез. Это займёт несколько месяцев. Руслан живёт далеко от столицы, в Аксуйском районе и Сыкульской области. Из-за постоянных операций ему пришлось временно переехать в Бишкек. Вместе с женой и детьми он снял здесь квартиру. Деньги на лечение он просит у знакомых и родственников. Помогает кто чем может, а лекарства для ежедневных нужд приходится покупать самим. Сейчас ещё волонтёры начали собирать деньги. А что касается государства, то пока не могу сказать, что они не помогают, потому что мы ещё никуда не обращались. Надеюсь, что они помогут, когда мы попросим. Точно так же во время столкновений с милицией потерял зрение Бек Мурат. Его левый глаз перестал видеть после того, как прямо перед лицом взорвалась светошумовая граната. Не пообещали вставить новый хрусталик, так как глаз уже не видит. Но даже с одним глазом довольно тяжело ориентироваться в пространстве. Постоянно спотыкаюсь, не могу ходить уверенно. Но я думаю, всё будет хорошо. Руслана ждёт очень тяжёлая операция, говорит его врач Александр. Мы постарались сохранить глаз, потому что у двоих в тот день уже было проведено два удаления глазных яблок. Здесь япосториальная, противовоспалительная, рассасывающийся препарат он применяет, пьёт таблетки. Если она не рассосётся, если вдруг не воспалится, то, к сожалению, придётся убирать глаз. В ту ночь в глазное отделение нацгоспиталя обратились более 80 человек. Половину из них пришлось срочно оперировать. Большинство пациентов – молодые люди до 30 лет. Работали сразу четыре операционные. Мы просто не успевали. С 10 вечера до 11 утра следующего дня мы без остановки зашивали глаза этим ребятам. Двоим пациентам, в которых попали пули, пришлось ампутировать глаза. А у скольких из них травматическая катаракта, и им придётся имплантировать хрусталики. Всего после протестов против итогов парламентских выборов в больнице Бишкека обратились более тысячи человек. Один из них погиб, ещё один до сих пор находится в коме.